Вопрос. Мы прибудем в джидду на самолете. Можем ли мы отложить вхождение в Ихрам для совершения большого паломничества, пока не прилетим в джидду? Ответ. Хвала Аллаху. Шейх Ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал. Среди ошибок, которые совершают некоторые паломники при вхождении в состояние Ихрам, следующие. Первое. Оставление вхождения в Ихрам в Микате. Некоторые паломники, особенно те из них, что прибывают на самолете, оставляют вхождение в Ихрам в Микате и входят в Ихрам только в джидде. И это несмотря на то, что они пересекают Микат в воздухе. А пророк, салаллаху алейхи вассалям, определил Микаты для жителей тех территорий, сказав, они для них и для тех, кто прибывает с той же стороны, но не проживает там. В достоверном хадисе у Аль-Бухари приводится хадис от Умара ибнуль-Хаттаба, добудет доволен им Аллах, что когда жители Ирака пожаловались ему на то, что местечко Карнуль-Маназиль, которое посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, определил Микатом для жителей Неджда, остается в стороне и далеко от их дороги, тогда он, добудет доволен им Аллах, сказал, посмотрите на то место на вашем пути, которое будет параллельно ему. Эти слова указывают на то, что прохождение параллельно Микату равно прохождению через него, и тот, кто пересекает Микат или пересекает параллель Миката на самолете, считается тем, кто пересек Микат. Поэтому человек должен входить в состояние Ихрама, как только он будет находиться параллельно ему. Запрещено откладывать вхождение в Ихрам на время прибытия в Джидду. Способ исправления этой ошибки таков. Человек совершает полное омовение у себя дома или в аэропорте, подготавливается к путешествию, облачается в одежды Ихрама и снимает всю свою обычную одежду. И когда он будет находиться параллельно Микату, войти в Ихрам. Он произносит тальбию и входит в Ихрам для свершения хаджа или умры. Запрещено откладывать вхождение в Ихрам до того момента, когда паломник прибудет в Джидду. Человек, совершивший это, сделал ошибку, и, по мнению большинства ученых, он должен искупить это, принеся в жертву жертвенное животное в Мекке и раздав его мясо беднякам, потому что он оставил обязательное действие, уаджиб. Второе. Некоторые считают, что паломник должен входить в Ихрам в сандалиях. И если на нем их не будет во время вхождения в Ихрам, в дальнейшем надевать ему их запрещено. Это ошибка. Ихрам в сандалиях не является ни обязательным действием, ни условием. Ихрам будет верным и в том случае, если человек войдет в это состояние без обуви. И ничто не мешает человеку, который вошел в Ихрам без обуви, надеть сандалии потом. В этом нет греха. Третье. Некоторые люди считают, что если человек вошел в Ихрам в одеждах Ихрама, то он должен оставаться в них, пока совсем не выйдет из состояния Ихрама, и что он не может сменить ее. Это ошибка. Паломник может сменить одежду Ихрама, независимо от того, есть причина или нет никакой причины, но при условии, что он сменяет одежды Ихрама на такую одежду, которую может носить в Ихраме. Это касается и мужчин и женщин. Каждый человек, который вошел в состояние Ихрама в одежде Ихрама, а после пожелал сменить ее, может сделать это. Иногда возникают ситуации, когда паломник обязан сменить ее. Например, если на одежду попала нечистота, которую он не может смыть, не сняв одежду полностью. Иногда лучше сменить одежду, например, если она сильно запачкалась, даже если на нее не попали нечистоты. В этом случае человек сменяет эту одежду на чистую одежду Ихрама. Иногда у человека есть выбор, сменить одежду или нет. Самое верное, что подобное убеждение неверно, а именно неверно думать, что паломник должен оставаться в той же одежде Ихрама, в которой он вошел в состояние Ихрама, пока не выйдет из этого состояния. Четвертое. Некоторые люди уже при вхождении в Ихрам забрасывают концы накидки Ихрама на левое плечо, оставляя открытым правое. Я видел, что многие паломники, если не сказать все, поступают таким образом уже при вхождении в Ихрам. Это ошибка. Потому что паломник оставляет открытым правое плечо, закрыв левое, только при совершении обхода прибытия. Не нужно делать этого ни при ритуальном беге, ни до обхода. Пятое. Некоторые считают, что при вхождении в Ихрам следует совершить молитву в два раката. Это также ошибка, так как при вхождении в Ихрам человек не обязан совершать молитву в два раката. Более верное мнение, которое таковым считал шейх Абуль Аббас ибн Таймияда, помилует его Аллах, гласит, что человеку при Ихраме не нужно, как подтверждает сунна, совершать особую молитву, так как эти действия не передаются от пророка, салаллаху алейхи ва салям. Человек совершает полное омовение, облачается в одежды Ихрама и входит в состояние Ихрама без молитвы. Если же во время вхождения в Ихрам будет время обязательной молитвы, или человек решит подождать в Микате, потому что время молитвы близко, и совершить молитву, то в этом случае лучше войти в Ихрам после совершения молитвы. Если же человек имеет намерение совершить специальную молитву при вхождении в Ихрам, то в соответствии с более верным мнением ученых, для Ихрама нет особой молитвы.